Беляночка Обе они были скромные, добрые, трудолюбивые и послушные Только Розочка охотнее бегала по лугам и полям, собирала цветы и ловила птичек А Беляночка сидела дома возле матери, помогала ей по хозяйству, а когда нечего было делать, читала ей вслух Девочки так любили друг друга, что когда шли куда-нибудь вместе, всегда держались за руки Беляночка часто спрашивала, мы никогда не расстанемся? Никогда в жизни, отвечала Розочка И делитесь одна с другой, всем, что будете иметь, добавляла мать Девочки часто бегали одни по лесу и собирали ягоды, но ни одно животное не причиняло им зла Зайчик ел капусту у них из рук, серна паслась возле них Олень спокойно пробегал мимо, а птицы спускались на нижние ветви и пели им свои песни Беляночка и Розочка держали свою хижину в такой чистоте, что любо было взглянуть Летом Розочка прибирала дом и каждое утро, пока мать еще спала, ставила у ее кровати букет цветов В букете было всегда по одной розе с каждого куста Зимой Беляночка разводила огонь в очаге и вешала над ним котел Котел был медный, но блестел как золотой, так хорошо он был начищен Вечером, когда снег валил хлопьями, мать говорила Пойди, Беляночка, запри дверь Потом они усаживались перед очагом Мать надевала очки и читала вслух большую книгу И обе девочки слушали и пряли Однажды, когда они так уютно сидели все вместе, кто-то постучал в дверь Мать сказала Открой скорее, Розочка, это, наверное, путник, который ищет приюта Розочка пошла и отодвинула засов Она думала, что войдет бедный человек Но это был медведь Он просунул в дверь свою большую черную голову Розочка громко вскрикнула и отскочила А Беляночка спряталась за кровать Но медведь вдруг заговорил Он сказал Не пугайтесь Я не сделаю вам ничего дурного Я совсем замерз И хочу немножко отогреться у вас Ах ты, бедный Мишка, сказала мать Ну, ложись, ложись возле огня Да смотри, только не спали свою шкуру Потом она крикнула Беляночка, Розочка, выходите Медведь не сделает вам ничего дурного Он добрый Тогда обе девочки подошли к медведю Они уже не боялись его Медведь сказал Ну-ка, дети, отряхните мне немножко шубу от снега Девочки принесли щетку и хорошенько вычистили медведю шкуру А он, очень довольный, растянулся у огня и ласково ворчал от удовольствия Вскоре девочки совсем привыкли к медведю И стали шалить с неуклюжим гостем Они теребили его шерсть, а когда он принимался ворчать, громко смеялись И медведю это очень нравилось Только когда они уж слишком донимали его, он говорил Что вы, дети-то, шалите, жениха убить хотите? Когда наступило время ложиться спать, мать сказала медведю Ты можешь остаться здесь, у печки Тут тебе нечего бояться холода и непогоды На рассвете дети выпустили медведя из дому И он потрусил по снегу в лес С тех пор медведь приходил каждый вечер в одно и то же время Ложился у очага и позволял детям делать с ним все, что угодно Девочки так привязались к нему, что не запирали дверь до тех пор, пока не придет их черный приятель Когда наступила весна и все зазеленело, медведь сказал однажды беляночке Ну, теперь я должен уйти И все лето мне нельзя будет приходить к вам Куда же ты идешь, милый медведь? Спросила беляночка Мне нужно идти в лес, сохранять мои сокровища от злых гномов Зимой, когда земля замерзает и твердеет, они остаются в подземельях и не могут оттуда выбраться А теперь солнце разогрело землю, она таяла, и гномы пробираются наверх Они выходят наружу, рыщут всюду и воруют А уж что попадет им в руки и очутится в их подземельях, то не так-то легко разыскать Беляночка была очень опечалена разлукой Она отодвинула засов, чтобы выпустить медведя И когда медведь протискивался в дверь, он зацепился за дверной крючок и вырвал себе клок шкуры И беляночке показалось, что из-под шкуры блеснуло золото А медведь поспешно убежал и скрылся за деревьями Как-то раз мать послала девочек в лес за хворостом Вдруг они заметили, что в траве, возле большого поваленного дерева, что-то прыгает Но никак не могли разглядеть, что это такое Девочки подошли ближе и увидели крошечного человечка со старым сморщенным лицом и очень длинной белой бородой Конец его бороды застрял в щели дерева И гном прыгал вокруг, как собачка на привязи, не зная, как ему освободиться Он вытаращил на девочек свои красные, как раскаленные уголья, глаза и закричал «Чего вы там стоите? Чего стоите? Разве вы не можете подойти, подойти и помочь мне?» «Что же с тобой случилось, человечек?» — спросила Розочка «Эх, глупая, любопытная гусыня!» — ответил гном «Я хотел расколоть дерево, чтобы нарубить дров для кухни На толстых поленьях та капелька еды, которая нужна мне, сразу пригорает Ведь мы не едим столько, сколько вы, грубый и жадный народ Я уже вогнал клин, и все было бы хорошо, но проклятая деревяшка оказалась слишком гладкой И выскочила, и щель так быстро закрылась, что я не успел вытащить свою прекрасную белую бороду И вот она застряла тут, и я не могу уйти А вы еще смеетесь, фу, какие вы противные!» Девочки старались изо всех сил, но не могли вытащить бороду «Я сбегаю, позову людей!» — сказала Розочка «Ты с ума сошла, овечья голова!» — завизжал гном «Зачем звать еще людей? Мне и вас-то двоих слишком много! Разве вы не можете придумать ничего лучше?» «Потерпи немножко!» — сказала Беляночка «Я уже придумала!» Она вынула из кармана ножницы и обрезала гному кончик бороды Как только гном почувствовал себя свободным Он схватил свой мешок, полный золота, который лежал между корнями дерева Взвалил его на плечи и ушел, бормоча «Неотесанный народ!» «Отрезать кусок такой прекрасной бороды!» «Такой бороды!» «Ух, чтоб вас!» В другой раз Беляночка и Розочка пошли ловить рыбу Подойдя к ручью, они увидели, что по берегу у самой воды Скачет что-то вроде большого кузнечика Девочки подбежали ближе и узнали гнома «Куда ты скачешь?» — спросила Розочка «Неужели ты хочешь броситься в воду?» «Я не такой дурак!» — закричал гном «Разве вы не видите, что эта проклятая рыба тащит меня туда?» Девочки увидели, что леска от удочки запуталась в бороде гнома Когда клюнула большая рыба, она потянула гнома за собой Рыба тащила его вдоль берега и того и гляди могла стянуть в воду Девочки подоспели вовремя Они удержали его и попытались освободить бороду от лески Но напрасно Борода и леска переплелись очень крепко Им не оставалось ничего другого, как вынуть ножницы и отрезать запутавшуюся прядь Когда гном увидел это, он закричал на них «Что это за манера? Глупые вы, девчонки, уродовать человеку лицо!» «Мало того, что вы обкромсали мне бороду снизу, теперь вы выстрелили ее лучшую часть» «Лучшую часть! Я не могу показаться нашим на глазах» «Чтоб у вас подметки отвалились, когда вам придется бежать» Потом он достал мешок с жемчугом, который был спрятан в тростнике И, не говоря больше ни слова, потащил его прочь и исчез за камнем Случилось так, что вскоре после этого мать попросила Беляночку и Розочку сходить в город Купить ниток, иголок, шнурков и лент Девочки шли лугом Вдруг они увидели большую птицу, которая медленно кружила над ними в воздухе И опускалась все ниже и ниже Наконец она опустилась недалеко от них, возле огромного камня Вслед за этим девочки услышали пронзительный жалобный крик Они подбежали и с ужасом увидели, что орел схватил их старого знакомого, гнома, и хочет унести его Добрые девочки сейчас же ухватились за человечка и до тех пор боролись с орлом, пока он не бросил свою добычу Когда гном немножко оправился от испуга, он закричал своим скрипучим голосом Разве вы не могли бережнее обращаться со мной, а? Вы так и зарвали мой костюмчик, что он теперь весь в дырах и лохмотьях Эх, вы неуклюжие и грубые девчонки Потом он взял мешок с драгоценными каменями и потащил его под скалу в свое подземелье Девочки продолжали свой путь Когда они купили в городе все, что им было нужно и возвращались домой через тот же луг Они опять увидели гнома Не ожидая, что кто-нибудь пойдет так поздно этой дорогой, гном разложил на ровном месте свои драгоценности Заходящее солнце освещало блестящие камни И они так красиво сверкали и переливались всеми цветами радуги, что дети остановились и залюбовались ими Чего вы стоите здесь, разинув рот? Закричал гном, и его серое, как пепел, лицо стало от злости красным, как кумач Он собирался еще бронить девочек, но в это время раздалось громкое рычание И из лесу выбежал черный медведь Испуганный гном вскочил, но ему не удалось пробраться к своему убежищу Медведь был уже близко Тогда гном завопил дрожа от страха Милый господин медведь, пощадите меня Я отдам вам все мои сокровища Взгляните, взгляните, что это за прекрасные камни Подарите мне жизнь Но на что вам нужен такой маленький щупленький человечек? Вы даже не почувствуете меня в зубах Медведь, возьмите лучше этих бессовестных девчонок Это лакомый кусочек для вас Скушайте их на доброе здоровье Но медведь не обратил на его слова никакого внимания Он ударил лапой это злое существо И убил его Девочки бросились бежать Но медведь крикнул им Беляночка, розочка, не бойтесь Подождите, я пойду с вами Тогда они узнали его голос и остановились А когда медведь подошел к ним С него вдруг свалилась медвежья шкура И перед ними предстал прекрасный юноша В золотой одежде Я королевский сын, сказал он Злой карлик, похитивший мои сокровища Превратил меня в медведя Я должен был бродить по лесу Пока его смерть не освободит меня Теперь он получил заслуженное наказание Вскоре Беляночка вышла замуж за королевича А розочка за его брата Старая мать жила еще много лет Спокойно и счастливо у своих дочерей А оба куста роз Она взяла с собой и посадила у себя под окном И каждый год на них распускались прекрасные цветы Белые и красные Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok